Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем объекте, на котором мы делали два вида работы. Это утепление чердачного перекрытия и установка адаптивной системы вентиляции. Хочу сделать небольшой обзор на эти работы и показать вам, что получилось у нас в конечном результате. Я перевернул камеру. Значит, у нас есть дом из газобетона. Одноэтажный дом. Мы здесь сделали утепление чердачного перекрытия. Смонтировали пароизоляционную пленку по классическому для нас варианту. Это пароизоляционная пленка Delta Reflex, которая везде, видите, герметично проклеена. Вот стыки пароизоляционной пленки проклеены лентой Delta Multiband. Пароизоляционная пленка проклеивается к стене таким способом, что по периметру стен мы проходимся либо сухой смесью, либо сухой смесью, либо плиточным клеем, для того, чтобы создать хорошую адгезию для приклеивания пароизоляционной пленки к стене. Пароизоляционная пленка приклеивается у нас клеем Delta Tix VDR. Это лента 8 метров погонных. Такой жгутик примерно по толщине где-то сантиметров. Во многих видео я его показывал уже, как мы его приклеиваем. Сейчас у нас вот такая вот система отработанная. Дальше у нас идет шаговая обрешетка. Сухая строганная доска, шагом 300 миллиметров по осям. Ось это центр доски. Приклеиваем ее конструкционным саморезом. 5 толщина, 70 миллиметров длина. Через уплотнитель. Синий уплотнитель это Delta Shumband. Он везде перекрывает скобы у нас. Также в тех местах, где прикручивается саморез, он обжимает этот саморез, у нас таким образом получается герметичная оболочка. Дальше, возможно, отделочники, когда придут, они тоже через уплотнитель или, например, электрики, они также к уплотнителю могут прикручивать зажимы специальные, для того, чтобы не повредить пароизоляционный слой. Пароизоляция – это очень важный элемент конструкции кровли. Очень важно сделать вот эту конструкцию очень герметичной. Дальше в этой комнате, если мы посмотрим, это у нас гостиная, у нас в стенах стоят вентиляционные такие клапана приточные. Сейчас они пока не сделаны, не установлены до конца, потому что нет еще штукатурки. Мы делаем небольшой выпуск труб для того, чтобы не получилось так, что труба будет короткая. Дальше, уже когда отделка стен будет сделана, труба, вот этот вот клапан, она будет обрезаться так, чтобы заподлицо это все было, и сюда дальше будут одеваться уже дополнительные запчасти клапану с термостатом. Это клапан-велка. Через эти клапана в помещение будет поступать чистый, свежий воздух. У нас вот в этом помещении есть два клапана. Один здесь вот, другой клапан находится вот здесь. Дальше у нас на крыше установлено, ну вот в этом чердачном перекрытии у нас устанавливается вот такая вот вентиляционная труба, 125-я, она нужна у нас для тихой кухни. То есть, это труба с вентилятором. Вот эта труба, как вы видите, герметично обходится специальной лентой, Delta Flex Band. Тут две ленты у нас, вот по старинке мы иногда еще используем вот такую вот ленту с как бы тряпочным таким основанием у нее. С одной стороны у нее липкая битумная, такая приклейка очень хорошая. С этой стороны у нее как бы такая, ну как бы тряпочное такое основание. Вот это старый вариант Flex Band. Новый я вам тоже сейчас покажу. То есть, вот эта труба у нас идет от тихой кухни. То есть, в самой кухонной вытяжке вентилятора не будет, вентилятор уже установлен на крыше. Вот тихая кухня называется потому, что, ну, соответственно, в самой вытяжке вентилятора нет. Есть вентилятор на крыше, он работает очень тихо, но даже если бы он не тихо работал, все равно там через крышу ничего не услышишь. Поэтому, вот всем рекомендую задуматься о том, какая у вас будет кухонная вытяжка. То есть, соответственно, когда вы вытяжку включаете, где-то вот здесь будет кухня, когда вы вытяжку включаете, уже точно не будет вот этого раздражительного звука от кухонной вытяжки. Здесь вот у нас идут по проекту, мы устанавливаем все вот эти вот трубы, пластиковые трубы 206 на, не помню точно у нее толщину. С этой стороны у нас установлена пластиковая труба, 200 на 60 у него размер. Использую пластиковую трубу для того, чтобы, ну как бы, с этой стороны у нас установлена пластиковая труба 200 на 60. Это труба у нас забора воздуха. В дальнейшем я вам покажу, какая у нас там установка, и вы в принципе смысл поймете. То есть сейчас вот у нас труба 260, овальная труба для того, чтобы слишком низко не опускать потолок. Соответственно, если здесь посмотреть, видите, мы к этой шаговой решетке делаем вот эти вот трубы вентиляционные. Вот в этом помещении идет забор воздуха, вот в этом помещении идет забор воздуха. Дальше трубы у нас распределяются по разным помещениям, по потолку. Если мы посмотрим, здесь вот в каждом помещении у нас есть, ну в каждом помещении, как спальня, детский, гостиный, кабинет, у нас есть приточные клапана. И вот идет вот эти вот трубы, которые забирают грязный воздух. То же самое вот в этом помещении у нас. Вот приточный клапан, и труба у нас вот здесь. Тут смотрим, это у нас санузел. Здесь тоже у нас есть труба, которая будет забирать грязный воздух. Здесь у нас приточный клапан, и здесь у нас труба, которая будет забирать грязный воздух. Посмотрите, как мы обходим трубу. Вот это еще одна лента флексбан, только нового образца, она более такая прорезиненная. И у нее с обратной стороны, вот с этой вот, да, наружной стороны, нету такого тряпочного основания, как в другой трубе, которую я вам показывал. Все обклеено у нас геометично, проходит. Вот в этом помещении, по-моему, тоже у нас есть забор грязного воздуха. Здесь у нас будет чердачный люк. Мы уже проем подготовили под него, но лестницу пока не будем устанавливать, потому что непонятно, какой высоты будет потолок, чтобы нам его опустить, и чтобы нашей чердачной лестнице точно хватило, чтобы она опустилась на пол. И не надо было подкладывать какие-то досочки или брусочки, потому что несколько раз мы попали, чердачную лестницу устанавливаем, потом едем ее переустанавливаем, потому что там на 2 сантиметра ее, например, не хватает. Вот здесь вот идет разводка. Сама вентиляционная установка у нас установлена вот в этом помещении, это котельная. Давайте вам покажем. В этом помещении, это котельная, у нас находится установка Rensen Healthbox 3. Это адаптивная система вентиляции. Мы ее включили. Вот у нас здесь вот розетка есть, удлинитель. Включили, проверили. Система у нас работает. Нормально сейчас откалибровать ее не получится, эту систему. То есть, когда мы ее включаем, мы для того, чтобы она у нас правильно работала, нужно ее сделать, ну, у ней нужно сделать калибровку. Но сейчас нормальную калибровку мы не можем сделать, потому что у нас не установлены клапана. Но система у нас работает. Видите, везде все моргает. То есть, система у нас состоит из установки Healthbox 3. Дальше у нас идут датчики. Всего к этой установке идет три датчика. Датчик углекислого газа, датчик влажности и датчик запахов. От этих датчиков у нас идут вот такие вот глушители. Их называют 125 и 1160. И от этих глушителей у нас идет уже подсоединение к трубу. Пластиковая труба 200 на 60. Здесь вот у нас установлена вентиляционная труба 160 для того, чтобы была качественная вентиляция этого помещения. Здесь у нас будет газовый котел. Вот, и газовщики говорят, что здесь должна быть труба 160. Как вы видите, вот эта установка у нас подключается к розетке 220. То есть, адаптивная система вентиляции называется, потому что она сама адаптируется за счет вот этих датчиков. Подробно про эту систему, про установку, по разведению труб я буду показывать на своем доме. Буду показывать вам, как ее калибровать, с помощью какого приложения. И вы все увидите. Увидим, какое количество углекислого газа у меня, какое количество запахов разных там будет. Все это вы увидите. Вот так это все выглядит по нашим стандартам. Вот такой вот небольшой видеоролик обзора объекта, на котором мы сделали два вида работы. Это установка адаптивной системы вентиляции и утепление чердачного перекрытия толщиной 250 мм. Минералы ватным утеплителем Урсатера скатной кровли и Урсатера. Смонтировали пароизоляционную пленку Дельта Рефлекс по нашему стандарту. Везде ее герметично проклеили и сделали шаговую обрешетку, для того, чтобы потом к этой обрешетке можно было монтировать какую-то отделку. И вот эта обрешетка держит утеплитель для того, чтобы уменьшить нагрузку на пароизоляционную пленку. Как вы видите, в нашем арсенале появились новый вид работы. Это вентиляция. Два вида вентиляции мы делаем. Это принудительная система вентиляции и адаптивная система вентиляции. Подробно про эти виды работы я буду снимать отдельные видеоролики. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, подписывайтесь на наши новые социальные сети, которые мы также продвигаем. Это группа ВКонтакте, сообщество и Яндекс.Зен. Еще раз, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Все, самое главное, берегите себя, не болейте. Всем добра и мира.